В общем, вот такие вот подарочки для внучки я заказала. Я думаю, ей понравится. Теперь талия. Талия, кажется, находится вот здесь, в этом месте, да? Девочки, а сирень пахнет просто нереально. Прямо классно, запах такой. Я уже собралась выходить, заходят две женщины. Одна берет волокордин и карвалол, другая берет боярышник. Мне было, честно говоря, страшно. У меня еще какая-то паническая атака, наверное, была. Мне еще страшно было засыпать. Мне вот казалось, что я сейчас усну и задохнусь во сне. Такое, представляете? Всем привет, всем доброе утро. Сегодня 2 мая. Я вчера отдыхала, ничего не делала. Хотя вчера я себя очень странно как-то чувствовала, но я бы там расскажу, наверное, попозже. Девочки, у нас жарко вчера было. Я с открытой форточкой сегодня спала. По дому хожу уже в сарафанчике в таком легком. Да, я вчера даже сплит уже включала. Уже вечером была прямо жара очень сильная. Кстати говоря, я лампочки поменяла во всей квартире. Поставила светодиодные и холодное освещение. У меня стояли все теплые, оказывается. Поэтому желтый свет, он так вот был на фоне, да. И мне приходилось еще подставлять вот такую большую лампу, чтобы она как бы холодное освещение давала. Сейчас я эту лампу большую не включаю, а просто у меня горит яркая светодиодная лампа, которая дает холодный свет. Я вижу, что хорошо, вот такой тон вроде бы светлый получается. Ну, я рада, я рада. Ой, у нас на улице сейчас так классно. Сейчас время только полвосьмого утра. На улице тихо, солнечно. Сегодня опять будет жарко. Листья у нас уже вот такие большие. У нас прямо уже как лето. Вчера было так жарко, прямо вот как лето. Никогда бы не подумала, что это 1 мая. Вообще говорят, что будет это лето очень жарким. Поэтому хочу сказать, что вот сейчас дневная температура где-то 25-27 градусов, а ночью было 10. Но 10 градусов это уже нормальная температура, правильно, чтобы спать уже с открытой форточкой. Ну, по крайней мере, не бояться, что там утром проснешься, будет горло, болит такой, бывал. Вот. Но мне уже просто не хватает с закрытой форточкой, не хватает воздуха. Вообще надо, конечно, побольше ходить на свежем воздухе. Я вчера уже почувствовала, что прямо вот не хватает мне вот этого свежего воздуха прям подвигаться, походить по улице где-то как-то. Вот. Поэтому я думаю, что, может быть, нужно куда-то выходить, безлюдные места, где-то там вокруг дома, где-то в ближайших там, не знаю, улицах походить, чуть-чуть пешком по улице. Пока, тем более, погода такая хорошая, пока не началась вот эта вот жара. Пойдемте покажу я вам, что у нас сейчас на улице. Птички поют, здорово так. У кого-то еще только почки распустились, девочки, но я вам сочувствую. Это, конечно, да, это жесть. Приезжайте в Ростов. Хотя, как вы приедете, сейчас карантин. Ой, ну что делать? Терпеть вот это вот, но все равно надо гулять. Все равно надо выходить. Хоть стоят эти запреты, но разрешается в магазин ходить, значит, надо в магазин ходить просто подольше, побольше на воздухе быть. Вот и все. Вот мои чистенькие окошечки. Люблю вот эту тишину. Правда, машины тут вот рядом дорога ездят, но сейчас их хоть, по крайней мере, мало ездит и не так шумно. Просто послушать тишину, послушать птичек. Видите, какие крупные уже листья на деревьях уже? Вот они распустились. А внизу вот каштан. Он прям уже такой. Огромные листья у него. Прям хочется уже на улицу выходить, идти гулять. Ой, а воздух не передать словами. Такой свежий воздух, приятный. Вот у меня на градуснике 22 градуса уже. На улице будет 26, по-моему, сегодня. Ой, кайф. Сама себе завидую. Вот в такой коробочке мне доставили вчера Фаберлик. Вернее, позавчера. Это я вчера просто ничего не снимала. Ну, удобно. И прям с доставкой к подъезду. Здорово. Сейчас я раскрою эту коробочку и покажу вам, что там я заказала. Вот такой вот заказик у меня хороший, симпатичный. Кстати, здесь тоже новое освещение. Мне кажется, по-другому все это смотрится. В общем, девочки, так как у моей внучки день рождения в мае месяце, я ей заказала вот жидкое мыло. Это детское такое вот. Вот нарисован. Потом идет это шампунь, шампунь-бальзам для волос. Расти коса до пояса. Но я думаю, что это для длинных волос. У моей внучки как раз длинные волосы. Я думаю, ей вот этот шампунь-бальзамчик подойдет. Дальше я заказала детскую зубную щетку 6+. Ну, внучки 5+, но вот эта вот розовенькая, я думаю, она ей вот как раз подойдет и то, что нужно. Ну, если не сейчас, то немножечко позже как раз уже она может ею пользоваться. Вот такая вот симпатичная. Тоже розовый котенок нарисован вот в этой зубной щетке. Также кот, серия кот, это детская зубная паста клубничка 3+. И еще детский бальзам для губ, оранжевый кот. Вот. Ну, я думаю, что он, скорее всего, здесь вот 3+, нарисован для детей. Я думаю, что здесь как раз он и будет, наверное, еще и пахнуть. В общем, вот такие вот подарочки для внучки я заказала. Я думаю, ей понравится. Еще я заказала вот такую вот бутылочку. Это бутылка для воды, но вообще она с детским рисунком. Но я вообще-то заказывала ее для себя, так как я всегда ношу с собой бутылку воды в сумке. Все время хочу пить. Но если моя невестка скажет, что внучке такая нужна, я тогда подарю ее ей. Вот. Ну, я думаю, что здесь пищевой пластик. Крыжечка открывается. Силиконовая ручка. Вот такое горлышко. Вот тут идет такая силиконовая прокладочка. Ну, в общем, 450 миллилитров. Это вот нормальный такой объем. Водичку с собой уносить. В общем, не знаю, это или мне будет, или внучке будет. Дальше, девочки, я еще купила вот такое, приобрела. Универсальное антибактериальное средство для обработки в ванной комнаты, кухни, обуви, мест содержания животных. Я такое еще не брала. Первый раз. Здесь вот такая вот идет пшикалка. Запаха нету вообще никакого. Без запаха. Ну, вот попробуем. Это как раз актуальная тема сейчас у нас, да? Дальше я взяла вот таких вот два средства для мытья посуды и детских принадлежностей. Я мою посуду вот таким средством. Оно без запаха. И не только посуду. Я мою фрукты, овощи. Вот то, что сейчас приходится мыть, принося с магазина. Поэтому оно быстрее расходуется, чем раньше. И я взяла вот сразу два. И взяла себе. И взяла как раз таки вот сыну, невестке тоже вторую бутылочку подарю. Я взяла две. Взяла вот таких вот два бальзамчика для губ. Так как я губы не всегда крашу, а бальзамом всегда пользуюсь. Он у меня очень быстро заканчивается. SPF 30. Это вот как раз от солнца то, что нужно. Для мытья крем-мыло для рук. У меня мыло для рук тоже сейчас быстро заканчивается, потому что руки мою постоянно. И вот взяла такое вот питательное крем-мыло, чтобы руки как раз защищало то, что нужно. Я такое уже брала, мне понравилось. Ну и как всегда я взяла свою краску для волос. Взяла уже две штуки сразу с запасом, так как я волосы крашу каждые три недели. У меня быстро отрастают корни. Кто спрашивал, вот такую краску для волос, я использую Ботаника 10.0. Липовый мед. Две штуки взяла. Взяла вот такую пшикалку для бутылки, потому что бывает, нужно что-то где-то попшикать, а здесь вот такой распылитель мелкий. И я взяла, я думаю, что мелкий, хотя не знаю точно. Но взяла две штучки, они там недорого стоят, там 35 рублей кажется, в общем взяла. Еще, девочки, я взяла две вот такие штучки. Это реактивная маска-патч для лица. Ну, это тоже будут у меня подарочки. Ну, и как всегда, каталог новенький, надо будет полистать. Может, что-то там новенькое появилось, появилось. Посмотрим потом. Это уже на следующий заказ. Продолжение следует... Продолжение следует... Решила, девочки, взвеситься. 78,5 килограмм. Ну вот, девочки, решила я взвеситься. 78,5 килограмм. В общем, это еще не критически, но уже многовато. Ну, конечно, если бы до 80 уже дошло и зашкаливало, за 80, то я бы уже тогда задумалась, что нужно, конечно, что-то уже убрать из рациона, особенно углеводы, выпечку, там, пироженки всякие. Вообще, больше, наверное, фрукты уже нужно все-таки есть. Ну, так как пока карантин, и сейчас фрукты еще особо нету, зелени, да, вот клетчатки вот в продажах. Ну, есть то, что продают в магазинах, там, то уже такое, знаете, вот, не особо оно и полезное. В общем, короче, ну, и надо подумать уже о похудении. И, кстати говоря, не раз уже спрашивали у меня подписчики ваши параметры. Кто-то вообще не верит, что у меня 50-52 размер. Вот когда я показываю вам покупочки Василек, одежду свою, и мне пишут, что да, у вас 48-й, что вы там 52-й себе приписываете. Ну, давайте сейчас померяем мои параметры, объемы мои, и подумаем, какой же у меня на самом деле размер. Вес я вам уже сказала, а рост у меня 170 сантиметров. Давайте померяем. Я нашла сантиметр, сейчас буду мерить с вами вместе. Я не знаю вообще, как правильно мерить, но попробуем. Так, ну что, грудь. Грудь, наверное, меряется вот, я думаю, вот так. Так, когда-то мы проходили в школе, как мерить нужно вещи, да, объем, объем груди. Вот так, наверное, да. Сколько это у меня? 107. 107, да? Что-то многовато 107, да ладно, не может быть такого. Сейчас я еще раз, еще раз попробую. Сзади так, спереди так, да. 104. 104. Так, будем считать 104. Теперь талия. Талия, кажется, находится вот здесь, в этом месте, да. Кажется, так. 96. 96. Вообще, у меня была талия 100, я мерила. Может, я просто мерила живот. А ну-ка, живот, вот самую выпуклую часть померю. 101. 101. Или неправильно. 100 сантиметров. Ну, это вот где живот, видите, у меня. Вот. 100 сантиметров. Ну, может быть, 99. Ну, скорее всего, 100, не в натяжку. Это, наверное, 50 и вот размеры, мне сказали, всего. 50-52, да. Так, а бедра, девочки, я не знаю, где мерить бедра. Вот здесь, наверное, мерить бедра. 107, или ниже мерить надо их. Здесь 109. Как правильно бедра мерить? Я даже не знаю, где их мерить надо, эти бедра. В общем, 107, 109. Вот так вот где-то бедра. В общем, непонятно что-то. В общем, я понимаю так, что я не совсем, может быть, правильно все мерю. Я не знаю, где точно нужно мерить. Это, конечно, те, кто шьет. Они уже точно найдут именно те точки, где нужно мерить. Ну, вы видите по моим цифрам, что это далеко не 48 размер. В общем, это 50-52 размер. И я беру такой размер не только в Васильке. Вот во всех магазинах, куда я захожу, я сразу уже смотрю, выбираю размер вообще-то 50-52. Но там, опять-таки, бывают они просторные, бывают они узкие, 50-ый. Мне очень часто бывает просто мал, впритык, жмет, в общем, неудобно. Поэтому вот мне комфортно 52 размер. Хотя вот некоторые вещи нужно брать немножко побольше. Вот последний мой заказ Василек, там, где я показывала вам худи, да, то есть я думала, это туника, это худи. И мало того, что эта ткань, она не очень тянется вширь, она вообще вширь даже не тянется. И эта ткань, я боюсь, что она после стирки усядется. То есть вот сейчас он на меня, это худи, прямо как раз. Но только я постираю, она подсядет, и будет мне уже некомфортно в нем двигаться. При том, что худи должны быть просторные. Вот этот 52 размер, который я заказала, я могу вообще вполне там на 46, на 48 девочки могут одеть, и будет комфортно чувствовать. А мне нужно было на один или даже два размера, может быть, больше заказать. Но я просто не знала, насколько оно там тянется, не тянется. Это нужно щупать. Но если бы у меня была возможность мерить, то я бы, наверное, взяла бы себе 54-56. Опять-таки, по примерке там, в зависимости. Но на размер больше, это точно я взяла. Вот. Так что, может быть, я это худи даже и подарю. Потому что, я так думаю, что мне это будет маловато после стирки вещи. А худи, они должны быть просторные, вообще-таки. Оверсайз, как моя дочка говорит, да. Вот такие дела. Сейчас, девочки, повесила другую лампочку, чуть-чуть послабее. Но тоже холодного освещения. У меня было на 220, а сейчас на 150. Но только это светодиодные лампочки. Поэтому мощность они, потребление берут одинаковую. 20 написано, 20 ватт. Вот. А еще я помыла голову. Девочки еле уложила волосы. Это вообще кошмар. У меня волосы так отросли уже. Уже надо стричь, вот сзади вот это срезать. Челка уже длинная, в глаза лезет. Я прям не знаю, когда уже откроются парикмахерские. И, наверное, они когда откроются, там еще такая очередь будет. Там еще по записи, я не знаю, когда я смогу записаться. Но пока еще терпимо. Челку вроде так на бок, если что, буду зачесывать. А то, если что, придется, может, и сама ее стричь. Но я, правда, не люблю ее сама стричь. Конечно, я так не смогу сделать, как нужно. Но при том, мне все равно уже нужно полностью все везде немножко укорачивать чуть-чуть. Ну, вот здесь вот я оставлю длину. Сзади я обычно подбираю вот это вот все. Ну, и челочку надо подрезать. Девочки, а у нас уже сирень рассела. Смотрите, какая красота. Классно, да? Я уже очки взяла от солнца на улице за 30 уже. 32 градуса на моем градуснике в тени. Вообще, такая картина интересная. А? Как вам? Как вам такое зрелище? Ужасно, да? Что-то одно надо. Либо маску, либо очки. Ой, в общем, короче говоря, сирень расцвела здорово. Одела на всякий случай кофточку. Хотя уже с коротким рукавом можно ходить. Я, наверное, может даже кофту сейчас и сниму. Прямо жарко, ветра нет. Классно. Девочки, а сирень пахнет просто нереально. Прямо классно. Запах такой. Ой. Ну, рвать не будем. Будем нюхать возле кустика. Ну, и что вы думаете? Я сняла кофту, как видите. На улице такая жара. И вот я сейчас немножечко подула свежим воздухом. Прямо хорошо. А когда не дует, прямо жарко. Прямо все уже. Лето, девочки, у нас наступило. Все. Сирень продают. Кругом сиренью пахнет. Классно. В общем, я сходила в магазин. Сходила в аптеку. Что я там купила, расскажу уже дома. Долго рассиживаться не буду. Сейчас чуть-чуть отдохну и пойду дальше. Пойду домой уже. Вообще, честно говоря, очень хочется, конечно, побыть на улице побольше. Погулять. Подышать воздухом. Воздуха прям не хватает очень сильно уже. Ветерочек, видите, подует. Прямо здорово. Классно. Когда дует ветерочек, прям классно. Тепло, да. Правда, раздеваться уже. В самом деле, уже пора. Ух, хорошо, как я не могу. Девочки, купила я себе кофе без кофеина. Потому что кофе пью много. И, кстати, купила в пятерочке. Я думала, там такого не будет. Кофе пью много. А вечером кофе хочется, но нельзя. Вот без кофеина буду теперь пробовать. Можно ли его вечером попить. Но я уже отглотнула глоточек. Вообще, очень хорошее. Не отличается от настоящего кофе. А еще, девочки, вот я очень хотела купить щавель. Купила щавель. Теперь надо будет приготовить не зеленый борщ, когда я съем борщ с капустой. Вот, и буду готовить. Я рада очень. А что еще я, девочки, купила? Я зашла в аптеку и купила ацетилсалициловую кислоту, корвалол и янтарную кислоту. Я вам сейчас расскажу, зачем это я взяла. Зачем я это взяла, девочки? Кстати говоря, что хочу еще сказать. В аптеку зашла я, пока там вот это вот купила. Я уже собралась выходить. Заходят две женщины. Одна берет волокордин и корвалол. Другая берет боярышник. А я только перед этим разговаривала с аптекаршей. И говорю, ну вот это вот такие панические атаки бывают периодически. Непонятно что. Но, правда, мне ацетилка выручила. А что у меня было? Почему я вчера еще ничего не снимала? Вчера я себя чувствовала очень как-то странно. В общем, позавчера вечером я собралась уже ложиться спать. И я чувствую, что мне не хватает воздуха. Вот просто не хватает воздуха. Хотя у меня окошко открыто было. А и сердце вот так вот, знаете, прям периодически стучит. Ну вот как тахикардия, да? Хотя я не нервничала, ничего. И периодически прям кажется, что вот дышать прям нечем. Воздуха не хватает. Что-то я решила померить давление. А у меня есть вот такой препарат, аппарат, которым давление меряет. Короче, меряю давление, девочки, 99 на 68. Я в шоке, я в ужасе. Что делать? Я в интернет. Значит, в интернете читаю. И там написано, что это может быть, допустим, от того, что кто-то много кофе пьет. Курящие люди. Там еще какие-то мало воды, вот если пьют. Ну, в общем, короче, я вроде воду немало пью. Ну, я еще давай пить воды. В общем, как бы сужение сосудов, что ли. Ну, в общем, циркуляция крови слабая. Короче говоря, я не знаю, почему-то вот мне что-то в голову такая идея пришла выпить кофе. И, кстати, где-то я там, да, и прочитала, наверное. Но я уже прочитала. Я сначала два гладка кофе выпила. Потом прочла, что кофе, да, действительно можно выпить. И я уже думаю, может, я потом после кофе не усну, но я все-таки попью. Чашечку кофе выпила, девочки. Следом я меряю давление 112 на 77. И, в общем, уже нормальное давление такое, знаете. И сердце перестало вот так вот калашматить. Ну, по крайней мере, уснуть я не смогла уже. Мне было, честно говоря, страшно. У меня еще какая-то вот паническая атака, наверное, была. Мне еще страшно было засыпать. Мне вот казалось, что я сейчас усну и задохнусь во сне. Такое, представляете. Вот, ну, в общем, короче говоря, ну, спать мне уже все. Весь сон рукой снялось. Спать мне не хотелось. Поэтому я всю ночь сидела, монтировала вам видео. И вот первого числа утром вы это видео уже как раз и получили. Я уснула только в 10 утра и уснула буквально где-то там часа на 2. Вот это единственное, что я поспала. Что у меня вчера еще было утром? А, утром мне начала болеть голова. Думаю, померяю я температуру. Наверное, опять у меня там 37. А может и выше. Ну, кто его знает. Меряю температуру. У меня 36 температура. Думаю, так. А, еще что у меня? 25 градусов в комнате было. А у меня начали мерзнуть руки и ноги. Вот мерзнут конечности и все. Я уже под одеяло залезла. Уже там, не знаю, два одеяла на себя одела. Думаю, да что ж такое? Что-то это вот ненормальное. Опять залезла в интернет. Опять там что-то читала, читала. Ага. И решила выпить я ацетилсалициловую кислоту. Потому что я решила, что кофе все-таки я много пью. И у меня от этого густеет кровь. При том, что уже людей с возрастом вообще она в принципе густеет. Поэтому периодически, ну, как бы вот советуют иногда там ацетилсалициловую кислоту пить. Но не увлекаться тоже слишком долго ее пить нельзя. Но я думаю, что иногда можно и выпить. Короче говоря, нашла я у себя ацетилку. Девочки, выпила я у себя ацетилку. И все прошло. Представляете, я перестала мерзнуть. У меня вообще вот и сердце перестало заходиться, и задыхаться перестало. В общем, все нормально. У меня стало в норму состояние. А еще помимо того, что у меня голова болела, у меня еще немножко как под левой лопаткой где-то там тоже побаливало что-то. И тут же из-за этого коронавируса и думаешь, да, то ли может это просто сердце, может быть там сердцу не хватает крови, кислорода, раз, как говорится, температура понижена, если холодные конечности, да. Но это, наверное, уже говорит о том, что сердцу не хватает, наверное, как бы кровь уциркулировать. Значит, либо кровь загустевает, либо там, не знаю, кислорода недостаточно в сердце. Я, кстати говоря, еще сегодня зашла в аптеку в одну, потом зашла я еще в другую аптеку, и магазин медтехника у нас есть, недалеко от дома. И там спросила, вот такой приборчик, который на пальчик одеваешь, и мерится уровень кислорода в крови. В общем, нигде такой приборчик не продается. Так что купить его невозможно. Но я там пообщалась с аптекаршей и вот с продавцом медтехники, она мне сказала, купите янтарную кислоту, она насыщает кровь кислородом. Потому что действительно от сидения дома, от малоподвижного образа жизни, мало на воздухе бывает, но кислорода может и не хватать. Поэтому я купила янтарную кислоту, я хочу ее попробовать попить. Вот, ацетилку я взяла, потому что у меня было всего две таблетки. Вот я вчера одну выпила, я сегодня одну выпила, я прекрасно себя чувствую. Вот, и корвалол я выпила, девочки, для того, чтобы справляться с паническими атаками. Ну, корвалол вообще успокаивает нервы. Дети мне сказали, не смотри, перестань уже смотреть новости. Что ты все время эти новости смотришь, это действительно у тебя уже психосоматика. В общем, девочки, может действительно, потому что все время вот это смотришь, все время об этом думаешь, и вот это может быть действительно уже психосоматика. В общем, я решила, что я буду выходить на улицу, но если хорошая погода, буду выходить на улицу, стараться каждый день до магазина или вокруг дома хотя бы пару кругов пройтись, но чуть-чуть где-то дышать воздухом. Сейчас у нас жарко, и поэтому сейчас пока утром я уже периодически открываю дверь и окно, чтобы делать немножко сквознячок, потому что воздух стоит на месте, и окно открыто у меня целый день, а мне воздуха все равно не хватает, потому что температура воздуха уже выше 25, а уже, значит, жарко. И нету вот этого сквозняка, сквозняк нужно делать, поэтому я периодически открываю тут и тут, и чтобы был сквознячок. А еще я вчера, девочки, даже включала уже сплит, потому что температура уже выше 26, я уже к вечеру включала сплит, мне не хватало вечером воздуха, потому что шторы закрыты, солнце светит мне сюда уже во второй половине дня. Хоть окно и открыто, но воздух уже не проникает в комнату как надо, нету вот этого движения воздуха, поэтому все пришлось мне даже сплит вчера перенастроить уже на охлаждение, и включала сплит, и такие дела. Ну и поэтому я еще, девочки, решила сегодня купить кофе без кофеина, потому что я кофе пью много, если честно говоря, и может быть это, но это я знаю, что это плохо, нельзя, больше трех чашек в день нельзя пить, я пью в два раза больше, наверное. Поэтому я уже решила, что я буду где-то как-то периодически пить кофе без кофеина, а попробую, может быть, вообще без кофеина его попить какое-то время, ну хотя бы один день, да. Да, может быть, будет нормально, но так как мне кофе с кофеином немножко давление нормализует, так как у меня само по себе оно низкое, поэтому, может быть, я утром буду пить сначала с кофеином, а потом буду переходить на кофе без кофеина. Я думала, что в пятерочке или в магните, в ближайших магазинах его не продают, нет, продают, вот якобы с монарх, с голубой таким, они все идут с голубыми такими флажочками или полосочками где-то, и написано, ноу кофеин, ноу кофеин, ноу кофеина. В общем, короче, и щавель купила, я своими покупочками сегодня довольна, я, в принципе, то зачем шла, и то и прикупила, да. Вышла в кофточке, но кофточку одела на всякий случай, на самом деле там действительно такая жара уже сейчас, прям как летом, поэтому кофту я сняла, и уже там больше половины людей ходят вот с коротким рукавом, ну кто-то еще в кофточке, так на всякий случай, там боятся люди дуновения ветра, потому что сидя дома, ну иммунитет как бы отвык, организм, да, вот от этих сквозняков, от всего, поэтому кто-то еще опасается, ну там жарища на улице на самом деле. Ну, в общем, попробую вот это все попринимать, и надеюсь, что все наладится. А новости действительно нужно смотреть уже поменьше, потому что действительно это уже вот в голове столько всего. Ну, на самом деле я много информации уже так посмотрела, и ролики разные, я поняла, что, конечно, все это очень сильно раздуто, конечно, ну, ковид-19, ну, он имеет место быть, но не в таких масштабах, как это все преподносят нам, и, конечно, на всякий случай масочку там надо одевать, но я одеваю, когда захожу в помещение. Если на воздухе, значит, надо просто дышать свежим воздухом, и масочку снимать, ну, конечно, подальше от людей держаться, вот и все. А воздухом дышать нужно, потому что вот не хватает действительно уже кислорода организму, и малоподвижный образ жизни, это все тоже очень плохо влияет на здоровье. А так как у нас сейчас поликлиники не работают вот в таком вот режиме, в обычном, да, поэтому сейчас просто пойти обследоваться, там, не знаю, кардиограмму сдать или что-то, ну, так вот просто не пойдешь, да, но это уже, когда уже прям приспичит, тогда уже тебе там дежурный врач примет, но это не то пальто, которое хотелось бы. А вообще, когда поликлиники откроются, уже хотелось бы, конечно, проверить и на холестерин сдать кровь, на сахар проверить, вот, в общем целом, может быть, даже кардиограмму сдать, где-то как-то проверить уже свое состояние здоровья. Ну и все, все, что я вам хотела сказать, я вам сказала. Сейчас я буду уже отдыхать, сделаю сквознячок, лягу, включу как материальчик, буду отдыхать, мои хорошие. Готовить сегодня ничего не буду, у меня есть оливье, я вчера себе сделала оливье, у меня еще есть борщ такой красный с капустой, когда борщ закончится, я тогда сварю щавели борщ и обязательно сниму для вас, как я его делаю. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал до новых встреч, мои хорошие, не болейте. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok